Субтитры сделал DimaTorzok Во-вторых, это бой под названием Встречный бой И это игрок с ником Паттон Рус Я, если, в общем, прочитал его неправильно ник, то я прошу у него большое прощение Потому что это действительно, это, во-первых, у нас скиллованный игрок с процентом побед более 60 А кроме того, потому что это есть на что посмотреть И посмотрите, вот только первые секунды боя, уже 233 по домашке у нашего игрока И посмотрите, хотя не складывается впечатление, что он достаточно вальяжно, так скажем, прокатывается по флангу Поддерживая, скажем так, подсвечивая противников Но это действительно нужно, потому что три арты, они должны делать свое дело на песчаной реке Потому что кто еще, если не арта, если не на песчаной реке Но, посмотрите, в общем-то, арта союзная не так, чтобы сильно что-то такого сделала Пока что у нас идет один фраг в минус от команды противника И ничего не может флобешник сделать наш игрок с ОИ А вот и нет, а вот и может шашечку выцелил, выстрелил и 263 по домашке получил Ну что, неплохо, неплохо Кромвелек, кромвелек поджимает с левого фланга Уф, 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 уф Вот выстрел Хумеля И если честно, то это был единственный выстрел Который наносит дамаг по нашему игроку Потому что большего дамага в нашего игрока, по-моему, за весь бой вы не увидите Потому что он будет играть аккуратно, осторожно и супер-пупер, в общем, модно Потому что действительно набить такое количество Ну ладно, не буду спойлерить Но, тем не менее, мне показалось, когда я смотрел этот бой Что я вижу игру какого-то, какой-то машины-убийцы Терминатора Не знаю, 1100 там какого-нибудь Так, ну что, Шерман-3 Цель захвачена Сведение Выстрел И полетел дамаг на 207 Есть, оставить цель Видим СУ-152 И, естественно, конечно же, неплохо было бы ей в корму засадить очередной снарядик И да, зашло И дар критический урон гусли И, в общем-то, до свидания А-ля Олюгани гусей Уходит в ангар Рустен на СУ-152 Так, ну что Т-43 бис выхватывает на 243 Я не понимаю, нашего игрока Я не заметил У него что, тоже не работает лампочка? Жаль, он докачался до 7-го ламбла и все, не выкачал лампу? Ничего, не понимаю Мамма миа, что происходит? Так, ну что Команда союзников, как вы видите, благополучно сливает воду в сортире Потому что она решила, что Да ладно, зачем нам это все нужно? Пусть будет так Пусть будет команда В общем, противников Пусть будет она ввести в счете И я вижу, что ОИ, который до этого не пробивался Сейчас бочинку, в общем-то, выхватил на 227 Очень и очень даже ласково и дружно Итак, попка, сладкая корма И до свидания, ОИ Пиши песни, письма В мелких конвертах из своей Японии Так, ну что там, кроме Лео СУ-100 Блин, а тут еще и БИС до сих пор живой Но слава богу, что бронированная башня нашего Т-43 ТР Не пропускает, не пропускает снаряд от П-43 БИС Так, ну что, ЛТГ, П-43, П-43, захват цели Выстрел 234 Ну что, стой, 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 братан Подожди, брателла, братюшка, братюня Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Какой был фраг, был бы Какой был бы фраг Ну ничего, он еще будет Потому что у нас, посмотрите, команда союзников благополучно льет дальше А команда, в общем, противников выигрывает И по ХП, и по количеству, в общем-то, уничтоженных танков Так, ну что, на левом фланге у нас Лео, Кромвель, СУ И где-то там все еще не добитый П-43 БИС Все еще теряется в догадках Что же ему сделать, уничтожить нашего игрока Или все-таки нет Так, а что я вижу? У нашего игрока что, поврежден? Заряжающий? Или мне это просто так кажется? Захват базы Ну да, потому что это встречный бой Это вполне могло бы быть Так, только что 1375 уничтожил Кромвеля И поэтому у нас на том фланге остается Лео и СУ-100 Если вы не забыли, и П-43 БИС где-то Но посмотрите, сзади, сзади поджимает ЛТГ Тут что-то нужно делать Либо 75-й справится Либо он уйдет про отцам И тогда нашему игроку будет гораздо не веселее Ну, только что Лео уничтожает, в общем, тестер В-74 И это было вполне так реально И вполне понятный исход этого взаимодействия Посмотрите, как гнет арта АТ-67 уничтожил, кстати, нашу 1375-й И выстрел 180 Представляете, всего 180 Голдой, как печален Как печален этот результат Выстрел И все-таки наш игрок попадает Попадает Так, видим, что пальмы Пальмы ломятся Ломятся пальмы внизу Поэтому нужно тут обходить Тут там явно кто-то пытается Зайти нашему игроку корму Но идет уже захват базы Это, блин, что-то с чем-то Это неприятно Так, ну что Выстрел по СУ-100 Понятно, что это Она была там уже 212 всего лишь Кстати говоря Не так уж и много проходит Итак, 12 Отлично Отлично Пока что 4 фрага Но посмотрите Вин-8 уже неплохой Он уже в фиолетовом результате Но это и понятно Потому что это все-таки Скиллованный топовый игрок И вот здесь что-то нужно предпринимать Потому что Хотя 3 минуты Конечно же Еще будет идти захват базы Но тем не менее Наш игрок-то в единочестве В единочестве Против семерых Вы представляете Ну до этого-то он был В общем-то Только что был против Восьмерых Поэтому уже как бы Он сокращает свой разрыв Скажем так В счете Ну что Что 2 минуты 2-3 минуты 3 минуты захвата базы Посмотрите Арта все Она что видит Нашего игрока Я не понимаю Затаили дыхание Тут нужно уже что-то предпринять Потому что Уже двое на захвате И время сокращается До минуты 15 секунд Быстрее Быстрее Дружище Быстрее Тащись на базу Или в общем-то Что-то будет Нехорошее Будет что-то Очень печального И неинтересного А все-таки Мы жаждем Жаждем Зрелища Жаждем хлеба Потом зрелища Ну и всего Что к нему Так Минута Минута Чуть меньше минуты Остается до захвата базы И здесь уже нужно 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 гнуть Нужно Вот Конечно Если бы не было захвата базы Можно было бы поехать Расстрелять арту Но Арту мы брать не будем Потому что Тут уже остается 40 секунд А это Я вам хочу сказать Все-таки Не самый скоростной танк Хотя показано Что Под 60 С горочки Он разгоняется Я так понимаю Что разгон У него Невеликий Как и у всех В общем-то Я так понял Что Как и у всех Итальянцев Потому что Я поиграл На 6 левеле На 5 И я скажу Что это не Скоростные СТ Это СТ Третий Даже Где-то Линии И вот сейчас Нашему игроку Просто так Не свезло Опачки Да ладно Не пробил В корму П-43 Но он его Просто немножечко Поджимает Оставит на гуслю А ну понятно П-43 В общем-то То ли бот То ли АФК Непонятно Я не понял Но сзади 67 выстрел И вот все-таки Вот дамаг Дамаг Который прошел Да Конечно Долго наш игрок Держался Без сбития Дамага Но все-таки Все-таки Не удалось Ему сохранить Ту цифру Которая была И так Так-так-так-так Да А вот Сейчас Было Очень так Я что-то Противоречиво Не понял Это Объясните мне Вот этот момент Когда он В общем-то Свелся В нижний бронелист И тут Произвел захват Цели Выстрел Я лично Заметил Как ствол Вильнул В сторону Влево Вы не заметили Этого Да Интересно Это вот уже Знаете Стоит задуматься С одной стороны Я когда смотрел Реплейчик Сначала Я вот этого Момента Откровенно говоря Не заметил Так Т67 Выстрел В твердолобость Башни И что Что сейчас будет Сейчас будет Либо победа Либо Либо конечно же Слив Ну это понятно 7 646 Повин 8 И эффективность Просто зашкаливает Давай уже Дави его Нафиг А вот и Недобиток Приехал Где-то он там Ездил Где-то он там Тусовался И где-то ему Было скучно Грустно Вот Но тем не менее Посмотрите На команду Противника У них даже Шанс на победу Нет никакой Потому что Было даже Когда 3 фрага У них еще было Ну я имею ввиду 3 В стане врага У них даже тогда Был в м8 Меньше Чем у нашего Чем у нашего Игрока Так Ну здесь 2 2 арты И Что предпринят Наш игрок Либо он захватит База Но тогда не будет Пула Ну конечно же Если я показываю Триплэйчик Значит пул будет Значит он сейчас Поедет за артой Опасный маневр Честно говоря Опасный Я не пойму Что там вот Горит за значок Или это Вы В общем я Хотя бы в комментариях Спросить Опачки Так 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 Сведение Выстрел Ойойойойой Ну просто сжег Просто сжег И вот тот хумель Который в самом начале боя Немножечко наказал Нашего игрока Отправляется в ангар Одиннадцатым фрагом 12681 Павлин 8 Урон 3605 И эффективность Блин я просто в шоке 11632 Это жесть Как она есть И да Конечно же Нашего игрока В конечном итоге Потрепали Я вот хотел бы Обратиться В тем кто Внимательно смотрел Данный реплейчик Я не понял Вот посмотрите Где у него Отмечается Командир Соответственно Наводчик Водитель И заряжающий Что с заряжающим Почему он Какое то такое Подкраснение У него был Неужели он ездил С выбитым заряжающим Или я просто Что то не понимаю Потому что я еще Не докачался До П43ТР Вот И поэтому Не могу судить Полностью Но что я понял В общем то Пока что Вот эти П43 Это что то Такое Скажем так Последовательное Да Один и тот же Танчик Разыми Модификациями Модификациями Посмотрим Посмотрим Я хотел бы сам Конечно Докачаться До П43ТР И посмотреть Что он из себя Представляет И как Ян На нем Поиграл Пока что Ян В итальянцах Таких результатов Конечно не брал Да Воин был Да Там в общем то Неплохие результаты Были Но не такие Сверх Купер Зашкаливающие Вот Но тут было Обосновано Потому что В общем то Игрок Скиллован И еще раз повторяю Что за 60% Побед Но был Один момент Над которым Стоило бы задуматься Поэтому Кто смотрел Внимательно Обязательно Отпишитесь Что вы по этому поводу Думаете Что вы думаете По поводу Танка П43ТР Отписывайтесь В общем то Сюда в комментариях На ютубе И обязательно Конечно же Моих В общем то Вконтакте В одноклассниках Ну везде Где вы меня найдете Где вы меня подписаны Где вы меня смотрите Где Где вы со мной общаетесь Поэтому всем удачи Всем пока И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok